Привет, друзья! Сегодня расскажу вам о том, какое у меня самое любимое упражнение. И, наверное, это жим штанги лёжа, как и у многих из вас. Но почему же я в таком случае вынужден был на протяжении десятков лет отказываться от жима лёжа? На это целый ряд причин. Я начал жать лёжа и с трудом пожал килограмма 33-35. Вот такой вес я смог взять, когда я пришёл в зал, когда мне было 19 лет. То есть, сами понимаете, генетика у меня слабая. Я начал потихоньку прогрессировать, и даже до 100 килограмм дойти мне было очень тяжело. Затем я прибавлял, 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 и дошёл уже до того, что я жал лёжа 160 килограмм по 5 раз. Но я прибавлял каждую неделю. Вот неделю я жму 150, на следующий 160, на следующий, ну вы поняли. Я слишком быстро прогрессировал, и мои мышцы, и связки не успевали адаптироваться, видимо, к новому весу, и я порвался. Чтобы вы поняли, между тем днём, когда я начал жать 35 килограмм, и тем днём, когда я порвался на весе там 160, прошёл длительный период времени, наверное, лет 10, или 11, наверное, где-то лет 11. И вот, я получаю такую травму, что я не могу жать лёжа ни 120, ни 130 килограмм, вообще. Представляете, как мне было обидно? Только я дохожу к жиму лёжа до веса 120-130 килограмм, резкая боль, и всё. И несколько месяцев эта боль меня преследует. Потом, когда заживу, только беру штангу пожать жиму лёжа, ещё на более маленьком весе, опять боль, опять травма, опять несколько месяцев болит. Что там у меня было, я не знаю, какой диагноз. Какой-то, может, надрыв на досные мышцы, может, что-то ещё. Ну, в общем, я полностью забросил жим лёжа и начал качать грудь жимом гантелей. Дошёл в жиме гантелей до 70-килограммовых гантелей. На наклонной скамье жал 180 на раз с неполной амплитудой. И 150 килограмм по 5 раз с неполной амплитудой. По 5-6 раз. Вот так. 150-160 килограмм с неполной амплитудой было на наклонной скамье. Я считаю, что на наклонной, с полной амплитудой жать это самоубийство. Я об этом в прошлом видео рассказывал и показывал, как нужно жать. Посмотрите обязательно. Ну, так вот. Как вы поняли, мой рекорд составил 160 килограмм на 5 раз. А на 1 раз у меня получилось пожать 180. И по им ощущениям был ещё запас, где-то килограмма 3, может 5, не знаю сколько. Но точно это был непредельный вес. И естественно, мечта всей моей жизни была восстановиться. Вот сейчас у меня не болит, я сейчас жму 140-150, у меня боли нет. И следующая мечта, это, конечно же, как у любого нормального человека, побить свой рекорд. То есть, если я пожму 181 килограмм, это будет большой праздник, потому что я побью рекорд своей жизни. И вот сейчас я работаю над этим. Я надеюсь, что мои травмы все зажили. Так я тренируюсь по новому методу, которому меня обучал Дмитрий Головинский. Я делаю более такие циклические тренировки. У меня идёт нелинейная периодизация на грузах. И техника сейчас у меня немножко улучшилась, стала менее травмоопасной. В общем, давайте наблюдать пока, что я жму сегодня. Залезай туда и жди. Залезай туда и жди. Я не трогаю. Я не трогаю. Залезай туда и жди. Все. Тихо. Очень тихо. Продолжение следует... 140 кг было на 5 раз сегодня, уже 142,5 кг на 5 раз, то есть я на 2,5 кг еще добавил. И напишите в комментариях к этому видео обязательно, сколько кг вы жали, когда пришли в зал первый раз, какой ваш личный рекорд в жиме лежа и сколько бы вы хотели пожать в идеале. И еще раз объясняю всем, кто меня смотрит все эти годы. Жим лежа не накачивает грудные мышцы хорошо. Первое. В основном работает низ грудных, трицепсы. Жим лежа травмоопасное упражнение. Безопасно его делать с частичной амплитудой, либо с мостом, что одно и то же. Я жму с мостом, то есть я верен своим принципам. Частичная амплитуда forever. Никто не говорите мне, что я жму без частичной амплитуды. Для тренировки груди есть специальный жим, я его тоже показываю в своих видео. На верхнюю часть груди опускается штанга, на небольшом наклоне скамейка и обязательно частично, не касаемся груди. Друзья мои, еще напишите в комментариях, как вы думаете, удастся ли мне дойти до своего лучшего результата. Я ведь сейчас старше намного, тогда мне было сколько, 33-35, а сейчас мне уже 45. Возможно ли превзойти рекорд своего пика, своей молодости, удастся ли, получится ли это мне, верите ли вы в меня. Ну и конечно же напоминаю вам, что я веду своих учеников по интернету, тренирую их по скайпу, провожу ежемесячный фитнес-марафон, жаротопка. Так что участвуйте в моих проектах, если вы хотите продюсировать и получать шикарные результаты. На этом все, друзья мои, пока, до новых встреч. Напоминаю вам, что 15 числа каждого месяца стартует мой супер-марафон «Жаротопка». Каждый участник марафона получает ежедневные задания и обучающие видео от тренера. Индивидуальную программу питания и тренировок, помощь и поддержки на протяжении 30 дней. Чтобы участвовать, заходите на сайт жаротопка.ру, есть очень много отзывов с эффектными фототрансформацией до и после моей жаротопки. Посмотрите их и вы обязательно захотите поучаствовать, неважно вам нужно просушиться или подкачать мышцы. С вами был Юрий Спасококотский, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч.